Психосоматики и работа мозга. Новые подходы. Так, все, иди. Так, дорогие друзья, вот мы тут в импровизированной студии. Вот у нас Александр Михайлович Савелов-Белябин приютил. В общем, люди будут подходить постепенно. Потом мы послушаем Александра Михайловича. Ну, что хотелось бы сказать. Вот у меня какая тема? Буквально 7 минут или 5. Психосоматика. Да, психосоматика, работа мозга. Ну, вот как бы наши эзотерики, некоторые, не будем пальцами показывать, они считают, что, в общем, от мозга ничего не зависит. От мозга ничего не зависит. На самом деле от мозга много чего зависит. Я вам точно могу сказать, что Караваев, как бы, вот, Виталий Васильевич Караваев, задавившийся биохимик, он уделял внимание этому большое. И почему его уделял? Потому что человек недумающий, он перестает вообще, как бы, ориентироваться в пространстве. Он становится легкой наживой, таким рабом послушным. К тому, чего ему скармливает СМИ и прочая информационная, так сказать, была идеология советская, мы с вами понимаем, да, вот, и все это, как бы, тоже. И сейчас все продолжается, люди жрут, и всякую гадость, и от пищи тоже многое зависит. То есть вот гомеостаз, постоянство внутренней среды, оно в определенных пределах, 7-3, 7-4, но даже дело не в этом. Нейроны мозга наиболее чувствительны. И вот, как говорят, что гемоцифалический барьер не проходит там всякий и так далее. На самом деле, если длительно отравлять организм, например, питаться дрожжевым хлебом или какой-то совершенно некачественной пищей, то тут же отключаются. И получается экзогенное, эндогенное брожение. То есть в желудке у нас начинает бродильный чан этот работать. Грубо говоря, мы заселяем микрофлору. Эта микрофлора, которая находится в кишечнике, в желудке, она фактически начинает 24 часа вырабатывать эндогенный алкоголь. И вот это очень плохо. Почему? Это сказывается на мышлении. Если человек-работяга, скажем, он бьет молотом и все это сгорает, в принципе, или стреляет, бегает по холмам, это, так сказать, у него совсем другой род деятельности, там особо думать не надо. А вот для людей думающих, интеллектуалов, ученых, конечно, это очень важно. Я вот как-то говорил, что даже Березовский, я уж не хочу его рекламировать лишний раз, но вот он говорил, что когда я занимался математикой, у меня вообще никакого вина, никакого пива, никакой водочки с селедочкой. А когда в политику вошел, да, тут уже и водочка, и селедочка. То есть он на уровень ниже ставил политическую деятельность, а вот, да, математики действительно, если человек работает головой, и вот он же доктор наук, поэтому был. Поэтому надо соображать, иначе, так сказать, без соображалки, кому эти нужны математики, которые не соображают ничего. И вот эти псевдоученые, они действительно водочку с селедочкой, из-за кусончика, они это, конечно, в общем-то, отравляют мышление, мышление не работает. В конце концов, это сказывается и на здоровье. У нас тема здоровья, человек будущего. Я думаю, что это должна быть прерогатива не только ученых, а, в общем-то, серьезных. А вот в Древнем Египте, хочется сказать, была каста жрецов, вы знаете, и, в общем-то, и писцы, особая такая когорта, это тоже относилось к греческому сословию. Ни в коем случае никакого пива. Пиво запрещено. И даже бы есть наставление, осталось вот, древнегреческий тот самый папирус, древнеегипетский папирус, там обращаются к молодежи, один из участников этого дела, и он говорит, что ни в коем случае не гулять по улицам, не вдыхать даже эти пары пивные, и не соблазняться, в общем-то. Потому что пиво это для простого люда, вот там есть общинники, сельскохозяйственные рабочие, разные крестьяне и колхозники, вот это для них, а для строителей пирамид. А вот для писцов, для жрецов никакого пива и так далее. Поэтому, дорогие друзья, в общем, что мы сейчас живем, грубо говоря, в этом супермаркете и прочее разное, это большой вопрос, амульгаторы, амортизаторы, улучшители вкуса, свежие только из сада, стопроцентная свежесть, кто-то верит, ну как бы, я не знаю, кто верит этим всем надписям, по-моему, это все глупость, потому что, в общем, эксперименты на себе плохо заканчиваются, на самом деле мозги отключаются. Поэтому я вас призываю, если вы себя считаете учеными, то надо следить за пищей, никакой пиццы, никаких, так сказать, этих экспериментов, иначе мозги просто отключаются. Ну, это сказывается, между прочим, еще и на качество жизни, потому что человек болеет, хворает и в конце концов выходит. Лучше, как говорится, здоровеньким помереть, да, но зато как бы наработало, чтобы душа какой-то сознательный уровень. Вот где у нас Александр Михайлович, он должен быть здесь? С нами здесь, да. Ну, в общем, Александр, может, вы подхватите эту тему? В общем, я завершил, да, вот ваше выступление, давайте, современные подходы к оздоровлению организма. Что или можно сидеть, а как?